Ребят, у меня на ютубе вышел новый выпуск Кукинг вместе с мамой Как мы готовим домашние сырники и блины Обязательно посмотрите, потому что Это одно из самых вкуснейших Блюд на завтрак Оставляю ссылку в описании Надеюсь, что вам понравится Не стоит дальше Это вода? Что ты туда налила? Я сама не знаю, вроде бы масло налила Ням-ням-ням Всех любим Мне кажется, ты мне другое рассказывала Поговорим о мотивации Готовим вкусно Можно открывать свой ресторан Гуляешь, хочется что-то перекусить Постоянно хочется что-то перекусить Со своей сковородкой, со своей пидой Привет, ребята Новый день, новый влог У нас только что был плановый прием Приезжали к врачу С которым будем рожать У нас еще был сегодня педиатр Сейчас тоже расскажу Перед приемом у врача к ЭТГ сделали Все супер, все хорошо Потом, значит, врач померила животик Сказала, что все растет Как надо Все замечательно Подумала, вдруг Наша малышка опять вздумала перевернуться Потому что мне что-то почудилось Показалось Вчера я подумала, вдруг она решила перевернуться Потому что там, где пупок Вот здесь У меня пусто прям Ну как пусто Вот так вот нажимаешь И там нету пупсика И оказалось, что малышка Лежит, короче, как надо Я испугалась Потому что подумала, вдруг В общем, врач потрогал Сказала, что все супер И объяснила, как лежит малышка Голова прям туда, куда надо Она говорит, крепко встала Сейчас все супер А потом вот так вот Здесь голова Вот так вот идет спинка С жопком Сюда ножки И сюда же ручки Ну, короче, лежит вот так вот Как будто бы сидит Спросила у врача по поводу того Что я много набрала По моим ощущениям Ну, честно, я считаю, что я много набрала Учитывая, что мне еще месяц точно ходить Ну, скорее всего Вообще, 18-19 килограмм Ни хрена себе Сегодня я взвесилась утром 73 Хотя 4 дня назад я весила 73,3 Вот, то есть у меня вес, он как бы Можно сказать, сильно не меняется Иногда чуть меньше, чуть больше Но все равно 19 Это получается прибавка Врач мне сказала, что у меня был какой-то дефицит Ну, она так сказала Не знаю, кто-то в комментариях точно скажет Что у меня никакого дефицита не было Что я вообще там кто-то еще более худой рожала Еще что-то, ну, получается у меня при росте 168 сантиметров Был вес на момент, когда я забеременела 53,54 И врач сказала, что это все равно дефицит То есть она как бы прибавила 6 килограмм То есть по 60 это было бы во То есть тогда бы не было ощущения, что дефицит Поэтому она засчитала 6 килограмм вот этого дефицита И засчитала 8 килограмм То, что вот точно с ребенком связано То, что у меня, то, что я должна Да, вроде как оставить прямо в роддоме И получилось 14 килограмм Которые быстро должны сойти после рождения И 19 минус 14 Получается до хрена Получается 5 килограмм И эти 5 килограмм это типа вот Мое, что ли? На это? На это? В общем, я в шоке Я говорю, я не понимаю Я вроде немного ем Она говорит, сделай Так, говорите, что вроде немного ем А еще мы взяли специальный прибор Можно взять вот как раз в МД Групп Где мы будем рожать Я, честно говоря, даже не знала Что такие приборы существуют Именно что ты можешь его домой взять Но мы взяли И, короче, типа КТГ делать дома Я буду через день отправлять показатели КТГ Такого домашнего Обязательно вам покажу тоже, как я это делаю Как я буду делать в первый раз По сути, тот же принцип, что и когда вы приходите на КТГ Только в домашних условиях И там подключается по приложению И все это я буду отправлять своему врачу В мессенджер Очень круто Врач мне что сказал Я обожаю Я ее люблю Говорит, живи вообще Дыши полной грудью Живи на всю катушку Девочка Хочешь половой жизнью заниматься? Занимайся Хочешь ехать на дачу? Едь на дачу Говорит, вообще кайфуй Отдыхай Ни о чем вообще Не парься Все чики-пуки В общем все хорошо Это самое главное После приема у нашего врача Мы были записаны на консультацию с педиатром Хотели пообсуждать вопрос прививок Вот у нас в принципе Ну было уже свое какое-то сформированное мнение И вообще я считаю честно Мне всегда кажется Такие вещи идут из семьи Как у тебя в семье? Как было у тебя? Ну так, наверное, ты тоже думаешь Да многие вообще моменты идут из семьи Ну короче, просто хотели в любом случае проконсультироваться Спросить, что кого как Что как делают Что как не делают Нам очень подробно все классно рассказали Как я вам уже рассказывала Мы заключили контракт на роды Ну разумеется И в этот контракт у нас входит Вы не поверите Что входит Сейчас вам расскажу Получается у нас в этот контракт Как раз таки входит консультация с педиатром Которая у нас сегодня была Конечно, я думаю, что если хочется При желании можно сделать еще несколько встреч Много еще чего можно узнать Но самое такое главное Какие-то азы То, что нужно нам знать сейчас И на первое время Я думаю, что мы знаем А там уже ты смотришь по ситуации По вопросам, которые могут возникнуть Уже позже, понятное дело Сейчас у нас там были какие-то вопросы Мы их задали И также нам рассказали еще что-то Сейчас расскажу, что рассказывали Еще у нас получается в контракт Идет бесплатная консультация С пластическим хирургом Это вообще на самом деле Я знаю сто процентов, что есть такая тема Я каждый раз об этом думала Как некоторые звезды Даже знаменитости какие-то Я не знаю, кто, что, кого После родов Особенно, если это было Кесарево Выходят из роддома Уже все как будто Они и не были беременны Никакого там висящего живота Если вдруг у вас есть такая мечта Позволяют финансы И есть вообще такая тоже идея То можно приехать в МД групп А если капуста конкретно Родить ребенка И сразу же, собственно говоря Выйти, как это На подиум Как модель Я отказалась от Ну, сказала, что Не, не, спасибо Мне не нужна такая консультация Не знаю Я думаю, что Наверное, все-таки Я должна справиться и так Я, честно говоря, в шоке Ну, я думаю В уж любой больнице Такого нет Это, конечно, во многих роддомах Там государственных, да Они частные Еще что-то Есть возможность родить По контракту Да По красоте, скажем так Заключить все это Там какой-то палата Улучшенный Но Пластический хирург Я думаю Это уже не то самое На самом деле С одной стороны Ну, мне кажется Это суперудобно И Что еще Я знаю такие истории Когда там сшивают диастаз Например, после первых родов Был диастаз И Например, на вторых Там, если кесарево тоже сшивают Все Еще и живут тебе красивые Пупочек маленький Этот, наверное Абдоминопластика Какая-то Ну, то есть По сути В целом Мне кажется Довольно-таки Прикольно Прикольно Для тех Кто понимает Что ему это придется Потом делать Ну, там Может, свои какие-то Не знаю Или мечтал И знал, что надо Не знаю То есть В целом Это как За один раз Хоп-хоп И красота Все равно Ну, как бы Тем более Если кесарево Все равно Скорее всего Ну, понятно Это будет разрез Операция Ну, короче Любопытно Я в шоке В общем Врач сказала мне Чтобы я старалась Не наедать больше Себе килограммцев На душонку мою Потому что у меня получается Лишний типа 5 кг Ну, по ее подсчетам Но я надеюсь Что она немножко Просчитала Если у меня лишний типа Который мне надо будет сбросить Ну, в общем На самом деле Она сказала Что те, кто быстро поправляются Мне кажется Я хожу в число таких Потому что я сразу Я в первом триместре Мне кажется Очень много набралась Там чуть ли за Какие-то пару месяцев Один месяц Не знаю Ну, короче Был у меня момент Такой прям жесткий Привес Она сказала Что те, кто много набирают Быстро Они же обычно быстро И сбрасывают Ну, посмотрим Посмотрим Ну, вот я сейчас смотрю Мне кажется У меня отеки Не такие большие На лице Сильно пухлое лицо Бывало попухлее Похуже, да? Да, нет? Ты просто так киваешь Я думаю, что Когда я встаю рано И с самого утра Мы натягиваем компресс Мне кажется У меня отеки меньше Да Иногда с утра Просыпаешься И смотришь на себя И Иди удаешься Ты ли это? В смысле? Ты меня не узнаешь? Не, я про себя вообще говорю Что за жирное существо? Да, да Все, да, да Я про себя говорю Не знаю Я уже привыкла К тому, что я пухляж А мне пофиг, знаете Я думаю Да, реально пофиг Просто обломно Типа к лету не подготовила Фигуру к лету не подготовила Так, в общем, ребята Рассказываю Мы заехали покушать По пути Проголодались Конечно, это не очень хорошо И не очень полезно Особенно после того, как врач тебе говорит Чтобы я постаралась До конца беременности Набрать не больше 2 килограмм еще То есть, чтобы у меня 5-7 килограмм Было вот этих вот Назовем их Лишними Нажертыми Я в шоке Блин, реально Ну посмотрим, посмотрим Очень интересно Очень любопытно Ну, может, слушайте Че отрицать? Может, я действительно их нажрала Я, в принципе, люблю так-то И бутербродики И все Просто в беременности Понятное дело Метаболизм Он замедляется И поэтому Просто я-то привыкла Понимаете, что я все ем Я вроде ем и немного Но оно все хорошо У меня Да мне и сейчас кажется Что у меня все хорошо Нужно как-то это самое Метаболизм этот работать Ну, не знаю В общем, ладно Заехали во вкусную точку Че уж Поделаешь Уже Не вернешься Уже Выбор был сделан Едем Домой У нас была консультация С педиатром Как я уже сказала У нас было несколько вопросов Один из них Про прививки Другой вопрос Кстати У Славы Был такой вопрос Я даже И не думала Такое спрашивать Но хорошо Что ты спросил Потому что я не знала Вообще Такую тему А мы бы Так и мыли ребенка Например Перед сном Еще что-то В общем Слава спрашивал По поводу купания Вечерних ванн Ты просто так так сказал Про вечернюю ванну Или ванню Сказал Вечерние процедуры Ванны Ванны А почему именно Вечерние ты отметил Ну Как Всегда Типа Перед сном Ну да Есть такое Ну Как-то вообще Не вообще принято Уже привычное такое Что перед сном Ты моешься Чтобы в кровати Уже чисто млечь И так далее Не Ну многие утром моются И два раза в день Понятное дело Короче Просто что интересно Что педиатр нам сказала Чтобы мы посмотрели Как наша малышка Будет себя вести Потому что детишки разные И кто-то после ванны Сначала вроде релакс А потом становится Очень такой Возбужденный И потом И не уснет И проснется И еще какая-нибудь Такая ерундовина И если у нас Например малышка Будет на ванны Реагировать Как на что-то такое Бодрящее То лучше нам Ее укупать Например Не вечером А наоборот Там Днем Вот Я не знала Это Ну посмотрим Это все интересно Это же все В любом случае Нужно Уже в опыте В жизни В применении Вот это все Это жизнь Это жизнь Да Уже посмотрим Когда малышка родится Но просто она сказала Что вот за этим Посмотрите Я вообще даже не думала О том что Че ты как Думаю вечером Купаюсь Сказала тоже Сказала мыть сверху вниз Но сверху вниз я знаю Я не знал Для меня же Это тоже опыт Как отца Конечно Я не знал Ребенка на высоте Не оставлять Всегда рукой держать Либо там В кроватке Либо еще что-то Потому что спокойно Может упасть Что-то там Где-то может Спазмироваться Ребенок потянется И все Ну как бы Страшно Ни в коем случае Не оставлять ребенка Всегда Рукой держим Куда-то дотянулись Если надо Дотянуться Ну вот Лучше чтобы все было Под рукой Ребенок всегда Если на высоте То под присмотром Понятное дело По поводу того что Совместный сон Она сказала Не то что там Нежелательно Она просто сказала Что Мамочка может Устать Уснуть Погрузиться в какой-то Глубокий сон Мало ли что В общем Ну как Есть свои риски Есть опасности И никто не знает Как и что Куда мы покрутимся Поэтому Лучше конечно Ну либо какая-то Приставная кроватка Есть инфиг Которая у нас будет Ну в общем Все равно смотреть Тоже по обстоятельствам Потому что Кто-то Сильно выматывается Не спит Вообще У кого-то Детишки более беспокойные У кого-то Детишки такие Дают и выспаться И у тебя нет такого Что ты вот так вот сидишь А потом За секунду вырубаешься Уже в глубоком снеи трэш И еще что-то Вот мне всегда Мама говорила По поводу Например Кормления лежа Ночью Тоже страшно Потому что Сам уснешь Сиськой Ребенка Не дай бог Там как-то придавишь Ну это все Также она сказала По поводу того Как ребенок должен лежать Что на спине Ребенок у нас лежит Только когда Мы на него прям смотрим Потому что так Чтобы Постоянно на одном боку На другом боку Во-первых Это и для макушки Хорошо Чтобы Она это самое И надо обязательно Менять стороны Потому что Если ребенок будет Постоянно на одном боку Лежать То Ну башка просто В одну сторону Сомнется и все Потому что Когда мы рожаем Малыша У него там Косточки все мягкие И не сросшиеся Чтобы он как раз Мог пройти По нашим родовым путям Под спину что-то Обязательно подкладывать Ну как раз Чтобы ребеночек Лежал на боку Потом после кормления Подержать столбиком Потому что Прежде чем Малыш захватывает Сисюльку И начинает Молочко пить Он сначала Воздух может Блотнуть Держим столбиком Именно не на себя Кладем Чтобы на животе Ребенок лежал А столбиком Подержать Что еще Она сказала Про после кормления Обязательно тоже На спину Не кладем Потому что Если будет Какая-то отрыжка Что-то выйдет Чтобы не Захлебнулся Малыш Ну это Да Понятное дело После таких встреч С педиатром У тебя есть Больше спокойствия От появления ребенка Что ты что-то уже знаешь Естественно Спокой не стал Просто какие-то мелочи Там Когда тебе что-то Блин Все-таки намного Лучше Вот я еще же Курсы Очень тяжело Их смотрю Просто потому что Постоянно у меня нет На это времени И Даже тупо включить Я не знаю В какой момент Мне тупо включить Посмотреть Вот эти курсы Потому что В них надо Внимательно смотреть Потому что Там где-то показывают Массажи Не массажи И это конечно Не так клево Как личные встречи Консультации Консультации Личные встречи Намного мне лучше Воспринимаются Чем вот эти вот Все курсы Поэтому не знаю Я думаю Что 100% У нас Будет какой-то человек Ну педиатр 100% у нас будет Я вот как раз Хочу встретиться Со своей подругой Уизой И она мне еще Давненько Рассказывала Что у них есть Педиатр Который Вот прям вот С самого рождения Ведет малыша Все знает Всегда на связи Приезжает на дом Все Вот нам тоже Такое надо Чтобы во-первых По поликлиникам Не таскаться Туда-сюда Короче Чтобы был уже Свой человек Который знает Твоего ребенка С самого рождения Знает особенности И так далее Что еще по поводу Кормления было Также сказали По поводу кормления Что ребенок 80% съедает За что-то там 8 минут Да она сказала А то что дальше Вот это вот На часы растягивается Это просто Любование Повисеть на сиськи Ну я не знаю Сейчас я уверена Будут в комментариях Куча разных Типа нет Ребенку важно Повисеть на сиськи Для него это Спокойствие Ну может быть Я пока Я пока в этом деле Девки-то не особо Опытные Не знаю Просто рассказываю Что нам рассказали И Зная эту информацию Я потом Смогу сделать Какие-то Выводы Не знаю Посмотреть Попробовать В любом случае Все Индивидуально Сказал Педиатр Что Во-первых Мы услышим Ну я Услышу Кушает Малыш Нет Глотает Нет Потому что Если не глотает То это Потом Просто Вот Сиськой Обниматься Ну как бы Это так Можно Ну может Мне конечно И самой Захочется С малышом Вот в таком Контакте Как можно Больше Находиться Но с другой Стороны Приучать К тому Чтобы висеть На сиськи Без остановки Просто так Даже когда Ты не ешь Ну не знаю Тоже Надо Не надо Посмотрим Напишите В комментариях Что думаете Очень тоже Будет интересно Почитать Поделитесь Своим опытом Своими Какими-то Советами Погодка Бляха 28 градусов Днем Лучше Не давать Малышу Спать Больше Трех С половиной Часов То есть Все равно Лучше Как раз Его потихонечку Разбудить Можно Снять Одежду Чтобы малыш Такой Типа Почувствовал Другую Температуру Как-то Вот так Он сразу Приходит В себя Как раз Он уже Проголодался За эти Три Там Пятнадцать Не знаю Три Тридцать Вот так Вот подождать Как раз Ты его Покормишь Полчасик Например Дольше Сильно Держать Не надо Она говорит Посмотрим Посмотрим Все равно Но если Он за 8 минут Кушает 80% Того Что ему Надо То Блин Полчаса Это даже До хрена Ну как раз 10 минут Гру говоря Чтобы нормально Поесть И 20 минут Чтобы налюбоваться Сиськой Ну а нафиг Надо Просто Любоваться Ну для успокоения Может Слушай Ну сначала Малыш Может Это как-то Медленнее Делать Не знаю Потом Уже Вот даже Мне Карина По-моему Ну и даже Не то что Мне она В блоге У себя Тоже По-моему Рассказывала Что сейчас У нее малыш Быстренько Очень кушает Раньше Там Ну долго Понятно Все это Время Много Ну хотя Мне кажется Она Как раз Так 40 минут Что-то Такое У нее Было Кормила Или по часу 40 минут А сейчас Вообще Вот реально За 10 минут Поел И все В общем Да Я думаю Что это И с возрастом И с опытом Все В общем Я думаю Устаканится В любом случае Даже то Что я уже Там знаю От подружек От мам Там Из интернетов Это все Классно Но когда ты Встречаешься С педиатром Вот так Вот тебе все Рассказывают Объясняют У меня так Вот Как-то Лучше информацию Усваивается Я как будто Это уже Вот реально Знаю И мне это Не надо Где-то Конспектировать Я сказала По поводу Диеты Что все-таки Лучше соблюдать Диету Когда Кормишь Грузию Ну там Не было такого Что ничего Не жри Что все Нельзя Ну например Сказала Ягоды Не надо Потому что Там Могут быть Всякие Штучки Жирные Соленые Да Что там Было еще Острая Углероды Да Углероды Углеводы Почему Сказали Соблюдать Все-таки Диету Потому что От этого Тоже Могут быть Стул Нехороший У малыша Там Газики Негазики Короче Все равно С пробками Ну сколько Это у нас будет Полтора часа Полтора часа Едем мы Каждый раз Полтора часа Но Если выехать Заранее И пораньше Я думаю Что быстрее доедем Потому что Есть просто Определенный Участок дороги Который мы Постоянно стоим В пробке А потом Хорошо По маслу Прокупание Сказала Что утром Либо вечером Смотря Как Чего А режим Что еще По поводу режима Сказала Она Что Днем Не давать Больше Трех с половиной Часов Спать Ну Чтобы Какой-то Все-таки Режим Соблюдался А ночью А ночью Наоборот Три Часа Пять Часов Вот сколько Спит Пока Спит Пусть Спит Она Сказала Также Что не Всегда Если ребенок Плачет Понятное Дело Ему Надо Сиську Скорее Сувать Может Наоборот Его Надо Еще Столбиком Подержать Может С прошлого Раза Еще Какой-то Воздух Не Вышел Либо Просто Переложить На другой Бачок Может Залежался Малыш В общем Если по времени Есть ощущение Что ребенок Не должен был Еще Успеть Проголодаться То Типа Не нужно Сразу Сувать Сиську Также Сказали Взвешивать Малыша Вот прям В одежде Как он У нас Будет Перед Кормлением И После того Как покормил Тоже Можно Взвесить И таким Образом Можно Делать Тоже Какие-то Выводы Что Малыш Поел Своего В общем Взвешиваем Малыша До Кормления Взвешиваем После Делаем Какой-то Вывод Что Ребенок Своего Поел И В ближайшие Три Часа Что-то Такое Ребенок По сути Если вдруг Начнет Что-то Кряхтеть Придумывать То он Не должен Это Все Придумывать Именно Из-за То Что Он Голодный Сказала Стараться Раньше Приучать Горшку Лучше Раньше Приучать К К К К Малыши Не Очень Любят К К Короче Не знаю Это Такое Очень часто Слышу Что Вот Педиатры Там Всякого Наговорят Делайте В итоге Так Как Чувствуете Так Как Вам Удобно И Я тут Типа 50 на 50 Согласна Потому Что Никогда Не знаешь Как Реально Будет Лучше И Вам Как Родителям И Вашему Малышу Поэтому Тут Я К Этой Информации Отношусь С уважением С Благодарностью И С тем Что Я просто Владею Этой Информацией И Мне От Этого Хорошо И Я могу Ее В итоге В своей Жизни Применять Либо Не Применять Уже Зависимо От Того Какие Обстоятельства Какая Ситуация Как Себя Ведет И Чувствует Наш Малыш Как Мы Себя Ведем Чувствуем Ну То Есть Вот Но Мне Кажется Очень Важно И Круто Знать Такую Информацию Потому Что Чем Больше Ты Владеешь Информацией Тем У Тебя Больше Выбора В Распищу У Нас Дома Срач Хотя Как Сказать Срач Ничего Лишнего Вроде Не валяется Но На самом деле Трешь На улице Пух Сумасшедший Единственное Что Я сделала Как Пришла Домой Сейчас Расскажу Откуда Это Пылесосило И оказалось Очень Пух Огромное Количество Я Наверное Два Дня Не Пылесосила Потому Что Ну Вы Знаете У У нас Были Съемки Все Такое Вчера У нас Были Съемки Сегодня Утром Ну Как Мы Проснулись Собрались Поехали К врачу Приехали Домой И После Как Мы Приехали Домой Я Поехала Встретиться Со Своей Подругой Луизой Приехала С ней Встретиться В итоге Даже Сделала Пендикюр Такие Вот У меня Ножки Немного Опухшие Но Не Сильно Отекшие Но Не Буду Доедать Печень Построганов С гречей Которую Готовили С мамой В шоу Которая Выходит У меня На Рутюбе Обязательно Посмотрите Сейчас Я это буду Есть Вкуснейшее Блюдо Которое Обожаю Я пока Положу на Тарелку И начну Езать Салат А потом Включу Микроволновку Греть Все это Дело Короче Чего Начну Ну Расскажу Что я Приехала В смайл Студию К Луизе Встретиться Мы хотим Просто Встретиться Я сейчас Получается Толком Ничего Такого Делать Не могу В основном В смайл Студию Я приезжаю Сделать Лазер Зубы Проверить Ну Когда надо Там По времени Сделать Чистку Маникюр Педикюр Да Ну Вы знаете То что Мне еще Так же Удобно На даче Ходить Мне нравится Как там Мастер Делать Хотя В смайл Студию Тоже Хороший Мастер И Когда Я Показывала Маникюр Который Мне сделали В смайл Студию Мне все Писали Что Во А я Уже Теперь Знаю Я Ориентируюсь На комментарии Подписчиков По маникюру Потому что Ну Вот Жизнь Научила Хотя Я тоже Не слепая Вижу Чудака Ну В общем Какое Вкусное Блюдо Когда Я приехала Сегодня Стреться С Луизой Был Свободен Мастер По Маникюру Педикюру И Луиза Мне говорит Сделай себе Маникюр Ну Мне правда На самом деле Уже Пора Сделать Маникюр Вот Но Мне не настолько Пора Сделать Маникюр Хотя Выглядит Не очень Уже Все Отросло Понятно Уже Некрасиво Насколько Мне нужен Был Педикюр Из-за Моей Прибавки В весе Из-за Беременности У меня Пятки Ну Как Пятки Нажданечки Мне кажется Такими Пятками Которые У меня Были Несмотря На То Что Я Постоянно Ну Периодически Делаю Педикюр То есть Я Слежу Но Они Так Стапкиваются Ну Просто Офигевают Ноги Что Такими Пятками Можно Забор Блин На даче Шкурить Понимаете Это Вообще Ужас Короче Ладно Не будем Оперативным В общем Сделали Педикюр Я такая Счастливая Теперь Девчонки Просто Закачаться Можно Во-первых Я еще Уже Почувствовала Что Мне бы Ногти Подстричь На ногах А я Понимаю Что Нет Я Подстричь Подстрегу Конечно Мне это Будет Тяжело С животом Но Как Нибудь Подстрегу Я думаю Так Все Сегодня Подстрегу Ногти А прикол В том Что Я вчера Еще Хотела Это сделать Еще Вчера Хотела Это сделать Я думаю Ладно Завтра Подстрегу А прикол В том Что Я просыпаюсь И первым делом Слава Натягивает На меня Компрессионные Чулки И потом Я уже Подстричь Ногти Не могу Только Вечером Поэтому Мне нужно Об этом Вспомнить Вечером Такое Светалка А я Забываю Ну Вид Ничего Но Рассказать Я вам хотела Даже Не это Вообще Угар Я у себя В телеграм Рассказала Ну Списала Такое Не очень Длинное Голосовое Рассказала Значит О том Что Сегодня Приемник Подпишитесь На меня В телегу Там иногда Так смешно Девки Уписаться Можно Сказала Что Мне Врач Сказала Ой Кайфово Хочешь На дачу Ехать Едь Половой Жизнью Спокойно Можно Жить Типа Что Хочешь То И делай Вообще Просто Получай От жизни Кайф Не Заморачивайся Не Загоняйся Вообще Живи Вот Как Типа Ни о чем Не беспокойся Все У нас Супер А Что она сказала Когда у меня будет 36 недель и один день стоять Как бы в приложении Это уже считается что 37 неделя началась Она говорит И в этот момент ребенок считается уже доношенным Так что если вдруг что И я вдруг захочу родить Ну нет Конечно Никто не будет это знаете стимулировать раньше времени Нет Ну просто к тому что спокойно вообще живем И вообще не волнуемся Тем более у меня есть прибор КТГ И мы будем каждый день практически Отслеживать самочувствие нашей курсы Ну в общем вообще Все супер Классно Еще прикол Рассказываю я значит в телеграм о том Что врач Сказала Хочешь жить половой жизнью Типа живи Ну то есть все можно Никаких запретов нет Кто-то в комментариях Понятный вопрос Как можно жить половой жизнью Заниматься сексом В беременности Это же что Получается прям До ребенка Так коснуться Ну короче Фантастика Уж можно конкретный Знаете Это я когда была мелкая Я думала что люди которые курят Это плохие какие-то люди Потом когда в какой-то момент Сама начала курить Ну сейчас-то я не курю Понятное дело И не планирую возвращаться О Виф Огурец упал Будешь? И не собираюсь возвращаться к этому Но Когда я была мелкая Я почему-то думала Что люди которые курят Они какие-то плохие Потом когда сама начала курить Я думаю Подожди Так ничего не изменилось Я все такая же Типа я хуже не стала Ну да Вредная привычка Конечно Ну типа Что хорошего Я считаю что конечно Вредные привычки Это отстой Полнейший Поэтому я Очень не хотела бы Возвращаться к этому Ну то есть я И не планирую Знаете Типа Ой Ладно Попробую Как же это было Вспомню Скажем так Этот вкус Не Не хочу Не хочу Еще потому Что я просто понимаю Что даже когда я перестану Уже кормить грудью Даже если подумать О своем здоровье Мне просто элементарно Не хочется Чтобы мой ребенок Нюхал Что от мамы Любимый Да Пахнет сигаретами Ну как бы зачем Все Молодость прошла Покурили Попили Хватит То же самое Когда я была мелкая Я тоже думала о том Что ну как Наверное в беременности Вообще нельзя Заниматься любовью Что же это такое А вдруг Да ребенка достанет Я на тот момент Конечно же Ну как-то Знаете Еще не интересовалась Точнее Как раз таки Когда я заинтересовалась Как так А можно А нельзя А что вообще будет Я такая думаю Так Есть же интернет Можно воспользоваться Там посмотреть Да Это нормальный Такой Скажем так Вопрос Который У многих Не знающих Людей Может возникнуть Но потом Как только ты узнаешь Что Ну Докоснуться до ребенка Таким образом Ну невозможно До него Как бы далеко Во-первых А во-вторых Там еще Есть куча Защитных Скажем так Преград Которые Которые не дают Этого сделать Короче Одна девочка Подумала Что это просто Полнейший трэш Заниматься Любовью В беременности Потому что ребенок Во-первых Услышит Самое страшное Увидит Увидит Даже если Он это увидит Я думаю Когда ребенок родится У него будут Вообще-то Вопросы А что это такое Было А почему Вы меня потревожили А кто-то К нам в гости Заходил Короче Конечно Смешно Там в комментах Все поражали С другого коммента Вот Но Что поделать Это знаете Как вот Начали девчонки В комментах Писать О чем вообще Речь Если есть девочки Которые думают О том Что Они писают Из того же места Откуда И типа Дети рождаются Знаете Как это в детстве Тоже Откуда дети Берутся Ну через полку Наверное Это очень страшно Но есть Скажем так Темы В которых Быть необразованным Намного Более страшно Чем Задаваться вопросом Как можно Заниматься Сексом В беременности Можно Из противопоказаний Насколько я знаю Есть только те Которые Вот врач Может сказать Что нельзя Когда у тебя Там Плацента Как это называется Продвижение Плацента Короче Когда она Вот у меня Так было Кстати В первом триместре И кто-то еще Так написал То что Ой Ну я понимаю Еще на ранних сроках Как бы Нормально Когда нет живота Типа И что ребенок Совсем маленький Там эмбриончик Еще что-то Но на самом деле Намного опасней Бывает Именно кстати На раннем сроке Потому что Например гематома Которая у меня Тоже была Она тоже считается Этим Противопоказанием Скажем так И в первом триместре Например Нам врач Сказала Что нельзя Потом врач Посмотрела Сказала Что плацента У меня Поднялась Во-первых Потому что она тоже Лежала И это тоже было Противопоказанием Короче Есть разные Противопоказания Но Это не Те противопоказания Что типа Вот просто Ты беременна Поэтому нельзя Нет Можно Знаете Как сохранить Частоту на кухне Если у вас есть Посудомойка Во-первых Понятно Посудомойка Это вообще Класс Отдельная тема Возьмите просто Себе за привычку Ставить грязную посуду В течение дня Которая там копится Особенно Ну понятно Если вы вдвоем живете Мы просто так и делаем Мы копим всю посуду В течение дня Ну иногда даже Ну двух Вряд ли Ну дня Типа полтора Копим Но мы копим ее Стараемся Не в раковине Чтобы это все Здесь лежало Страшно Хотя бывает Конечно лежит Но я стараюсь Всегда делать так Чтобы Именно сразу Посуду мою Попрять Чтобы глаза мои Не видели Этого срача Я не могу У меня Ну явно Какие-то есть Вот эти проблемы Ну как сказать Это не проблема Наверное Но вот эти вот Приколы с тем Что мне очень важно Чтобы было чисто Почему огурец не съела? Я тебе ничего не дам Печь Это нельзя Я сейчас почему-то Вспомнила Когда Вилочке было Четыре года Мы пришли В ресторан Ну как Это звучит странно Понятно Отмечать день рождения Собачки В ресторане Я понимаю Ну мы так обычно И не делаем Просто у нас была Автосессия в центре Я, Вилочка, Слава И Настя Нас фотографировала Подружка наша И мы потом Пошли в ресторан Ну и как бы Так вот Типа отмечаем День рождения И мы заказали Для Вилочки Вкусняшку Курочку Мы заказали Принесли тарелку С курочкой И я Виле прям Ну поставила На диванчик Тарелку с курицей Ну я там Все понятно Пощипала Чтобы маленькое было Огурец Раз не жрешь Я выкидываю Печень Нельзя Печенку И я выставила Ну да Там в сторис Что Виле Ест из тарелки Которую подают Обычно Ну людям В ресторане И в комментариях Ну это вы знаете Такие забавные Моменты Вспомнила И в комментариях Ну там кто-то Отвечал Как такое вообще Возможно Чтобы собака Ела С тарелки Которую Значит Людям в ресторане Подают Это же бактерии Это же фу Это же собака Она там В свою жопу лизала Ну короче Сейчас кто-то Такой думает Ну да реально Че за фигня Че за антисанитария Эти же тарелки Предназначены для людей А не для собак Для собак Предназначены миски А у меня простите вопрос А что эти тарелки После людей Не моются Что они после людей Чище Чем после собаки Они должны Одинаково Офигенно Обрабатываться Идеально Убирать все микробы Бактерии Чужие там Слюни С вилки С вилки С тарелки И так далее После человека И если Из этой тарелки Да блин Хоть что ты В эту тарелку Положи Ее должны Хорошо помыть Потом Что из нее Потом можно будет Снова есть Другому посетителю Ресторана Ну вы понимаете О чем я говорю Поэтому абсолютно Без разницы Если честно Кто поест Из этой тарелки Всю тарелку Слопала Представляете Какая обжора Представляете Какой живот Таела Увидела вопрос На что потратите Мэткапитал Да ни на что Мы его не потратим Зачем его вообще Тратить У моей мамы До сих пор Непотраченный Материнский капитал За получается Третьего ребенка Моего брата Сашу Мы не будем Тратить материнский капитал Какой смысл его тратить Да и на что Ну типа Это даже если представить Чтобы купить квартиру Допустим В ипотеку И туда Эти деньги Если ты так делаешь Насколько я знаю Хотя я сильно Этим вопросом Не интересовалась Если ты так делаешь То ты потом Эту квартиру Не можешь продать Пока ребенку Не будет 18 лет Потому что Ты вложил туда Материнский капитал Ну короче Там какая-то Геморрой Нахер она нам Вообще надо Тяну бандаж Через 20 минут Будет 35 недель И 5 дней беременности То есть Будет Скоро Ну воскресенье Полных 36 Когда будет 36 недель Один день Я так поняла Это будет Как Уже получается Идет 37 неделя Считаться И ребенок Будет считаться Доношенным Пока у меня Нет никаких Растяжек Слава богу Надеюсь И не будет Полоска Кстати Вообще Мне кажется У меня особо Нет Я потом посмотрю Как на видео Выглядит Но Вот так вот Зеркало Как на тебя Посмотреть Полоска Короче Полоски практически Нет на животе Вот этой Вот Которая идет Я думаю Что вряд ли Она у меня Будет Какая-то Супер темная Потому что У меня Светлая кожа И я думаю Что от этого Зависит Вот такой вот Живот Я это все Записываю Также для себя Девки Да Я видела Комментарии Кто-то говорит Вот типа Юля Ребенка Показывать Не будет Лицо Но живот Свой Всем показывает Осталось Блин Четыре Недели Ну и два Дня Все Почти Прям Месяц Месяц Кстати У меня Уже Между прочим Девятый Месяц Да Да Это вам Никакие-то Суточки Что сказать Надо прибраться Дома Очень грязные Полы Потому что Пыль Пух Вот это Все летит Ну как бы Так вот Смотришь на полы Типа норм Но на самом деле Очень грязные Знаю это Потому что Посмотрела на свои ноги Я хожу Без носков Посмотрела на свои ноги Думаю Да Пылесосом Тут явно Не обойдешься Но помимо этого Просто мне нужно Кучу всего Помыть Хотя у нас Не очень давно Была генеральная уборка Но из-за того Что много Вот этого пуха Сейчас Очень быстро Все засралось И я смотрю Стекло Вот это все Короче Главнет все Так ребята Уносим Сейчас будет распаковка Я заказала ручки И я просто Ну мне в один момент Снесло крыш Я просто увидела Как-то тут Что у меня нет Всяких классных ручек Мне это все надо Заказала Вивене Вот такую миску У нас такая была Синего цвета Но она куда-то пропала Заказала такую Потому что мы Бывают там на дачу В дороге Гуляем Собачка хочет пить Вот Обычно мы Короче Чем-то там Спасаемся другим Даже крышкой Крышкой из-под Большой бутылки воды Туда наливаем И оттуда даже Бывает Такое Что собачку Поили водичкой Вот Очень классная Мисочка Так Заказала термометр Электронный Я хотела заказать Более дорогой Такой как В пандемию Особенно во всех ТЦ Проверяли температуру Еще что-то Думала Такой заказать Вот по-моему Четыре что-ли Тисячи Что-то такое стоило Но Подумала Ладно Может я это Может и не надо Настолько Продвинутый Гарантийная карта Сейчас мы с вами Откроем А тут уже есть батареечка Круглая Сюда нужна Как хорошо У нас тоже есть Такие дома Приятно Когда позаботились О тебе И поставили батарейку Тридцать Шесть и семь Чего бы еще проверить Тридцать шесть и четыре Сейчас включим Холодную воду О На холодную воду Направила Двадцать пять и шесть Но надо будет сравнивать Конечно еще с этим Я видела комментарии О том что лучше всего Он схватывает У виска Более точно Говорит В общем просто Мне кажется Мне кажется это удобно Если он точно будет работать Но я читала Что отзывы хорошие Что типа работает Точно все как надо Показывать Все Вот так вот закрыли В флакончик Очень классная вещица Положу ее пока сюда Потом переложу К малышу В ящик Я заказала еще Такие трусы От Джунис Не знаю Классная тема Нет Я еще не попробую Потому что мне не надо Две заказала Потому что мне кто-то написал Типа возьми больше Лучше пусть будет больше Вот Ну и я подумала Ладно Так я с ним закажу Так они у меня полетят Вон туда Заказываю иногда Всякую херню Просто потому что У меня Этот Знаете вот Некоторые беременные Хотят что-то сожрать Такого необычного Мело пожрать Земли сырой Понюхать У меня другое Мне вот какой-нибудь Херни Позаказать Вот так вот все Посмотреть Очень нравится В общем заказала Даже не для себя Больше Хотя и мне может пригодиться Вот такие вот держатели Для проводов На двухстороннем Каком-то Скотче Специальном Типа сюда провод Закинул И он у тебя не валяется Как не знаю что На полу Тут целый мешок Называется Это держатель проводов Не знаю Пригодится Будем пользоваться Нет Но я просто Люблю все организовывать Люблю чтобы у меня Все красивенько Классенько И я подумала Блин ну прикольно Попробовать можно Это как знаете Ну просто чтобы Порядок какой-то Дом был Сейчас я это высыплю Себе в один из отсеков Вот это вот гнездование Ну не знаю Как хотите называть Я-то получается Гнездуюсь-то всю свою жизнь По моим ощущениям Мне всю мою жизнь Хочется чтобы дома Было классно Комфортно Уютно Вот Но сейчас конечно Когда я открыла для себя Маркетплейсы Открыла именно так активно То есть я же давно уже знаю И что-то бывало Заказывала периодически Но без фанатизма Не так что Вот я прям лежу И пять часов могу лежать Что-то лайкать Откладывать Сразу в корзину То есть у меня это прям дошло До какого-то Я уже знаете сколько потратила денег Я даже говорить боюсь В комментариях Осудили за то Что мы решили За 20 тысяч Заказать шезлонг Ребенку Я понимаю Что это не маленькие деньги И можно было бы купить Сильно дешевле Но мы так захотели У нас есть возможность И этот шезлонг Мы сможем использовать До двух лет Ребенка При желании Мы сможем продать Его Мы его все равно Продадим Не за типа Две тысячи Да дешевле Конечно БУ Понятное дело Но не за две Там тысячи Все равно хорошо Можно будет продать Тем более Зависит от состояния Заказала лезвие Для бритвы Вот Дофига Ну как дофига Это просто две коробки В каждой Еще там По три Ну по четыре Заказала Потому что Потому что Кончаются Заказала вот такую вот книжку Понятно что Ребенок не будет ее читать Но я то буду ее читать Ребенку И Конечно Я все вот эти штучки Дрючки Наизусть не помню Ну откуда-то мне их надо Читать Мышу Понятно что сейчас Всякие три кота Есть Еще какая-нибудь тема Но мне вот Прям Ой Запах такой С ума сойти Прям вообще У меня такая Ностальгия девки Мой дадыр Как же круто Муха цокотуха Блин Ну это просто Это такая ностальгия Господи Ааа С ума сойти Гляньте Тут получается Айболит Бармалея Муха цокотуха Мой дадыр Тараканище Краденое солнце Вот эту кстати Краденое солнце Не знаю Я такой не помню Что-то Федорина горе Телефон Вот эти вот последние три Не особо Знаю Такую вот книжечку Заказала Буду пупсику Читать Ну понятно уж Может не сразу Но все равно Надо же о чем-то Что-то с ребенком Разговаривают Мы с Тамарой Ходим По Арей У нас еще на даче В подвале Куча разных книжек Их тоже можно Посмотреть Там наверняка Найдется что-то классное Что-то классное Сто процентов Там есть Даже я в каком-то Влоге Его можно найти У меня на канале Разбиралась В подвале И там Выходило Всякие разные Книжки С моего детства Типа про то Кто живет там В океане Про всяких рыбок Ну такие прикольненькие Понятно что их уже Попозже малышу Показывать ты уж будешь Мне так это все нравится Это как-то так Не знаю Трогательно Ну типа знаете Я помню все это Как бы что Из детства Что у меня тоже Что такое было Вот эти вот все сказки Стишки И так далее И Просто такая ностальгия Я понимаю что Для меня Это было так давно В моем понимании Я была настолько маленькой Что это было просто Как будто в прошлой Какой-то жизни И сейчас я понимаю Что у нас появится ребенок И все это я Буду как-то Ну ребенку передавать Скажем так Читать сказки Стишки И потом Наша дочь вырастет Она будет тоже думать Ой это же прям Из моего детства Вот это вот Муха-цукатуха Кто же про это не знает Ну как-то вы знаете Вот такие штуки Мой дады Ну короче Это все очень конечно Трогательное И здорово Так что я заказала Второй раз заказала Вот такую хрень Первый раз Она мне кстати Приехала с браком Но я забила хер И во второй раз Она мне приехала с браком Заказала карандаши Сейчас скажу Обычные карандаши Не то чтобы мы там рисуем Еще что-то Ну просто подумала Да пусть будут карандаши Не успею углянуться Как понадобятся и карандаши И что-то не понадобится Да даже как минимум Какая-нибудь знаете Такая ерунда Не знаю Обвести ножку ребенка Чтобы что-то замерить Потом по размерчику Ну короче Вот Все это Пусть будет А то у нас дома Канцелярия нормальная И какой-то вообще нет Просто вот такие Обычные карандаши Ничего Необычного Заказала также Два маркера Сейчас хоть протестируем Блин А то что я ничего не тестирую Да легчевая такая Блин Ну обидно Неприятно Когда что-то приходит с браком И Понятно Это в принципе неприятно Но меня больше бесит Типа Оформление вот этих лазератов Если бы не настолько Жесткая царапина была Я бы забила Заказала Ушли Палочки И диски Для ребенка Но это конечно Так Просто я увидела И добавила в корзину Подумала Один хрен пригодится Но по сути Я могла бы этого не делать Кстати У педиатра спрашивали Сегодня по поводу Детской Аптечки Она сказала Что нам какой-то список Дадут Ну потом Можно там где-то взять список Типа Это сейчас не надо Что вы заморачиваетесь Что там особо много Не надо Ну в общем Я поняла Что она имеет ввиду Что зачем сейчас так Как-то Подготавливаю Все Вот малышка уже родится Если что-то пригодится То Можно Просто Взять Сходить в аптеку Секунду дела И что-то купить Но мы наверняка Все равно Что-то купим Я и так В принципе знаю Что надо Ну по мелочи какой-то Я заказала слюнявчики Вот такие Потому что у нас их не очень много И вот эти я заказала Потому что они На таких кнопочках Мне показалось удобно И потому что Они достаточно такие объемные И я посмотрела Тут внутрь положили Вот такие три конфетки Очень приятно Очень приятно И хочется Знаете Их сейчас сожрать Но я Боюсь Вдруг они какие-нибудь старинные Так хочется Они так вкусно лежат Ой Хочется конфетку Не могу Девки Что делать Когда хочется конфетку Ну я не Хочется Но я боюсь Думаю Вдруг с ней что-то не так Еще в подарок Что-то положили Муслиновый платочек Давайте посмотрим На слюнявчики Заказала В наших Любимых цветах Вот они Просто вот такие Наизнанку Я их выверну Просто вот такие Слюнявчики На застежках Есть еще этот Можно потуже Можно по этому Мне они просто Показались очень удобными Прикольными Такие муслиновые У нас есть Но у нас Там на завязочках И Они не очень длинные А эти прям такие Большие Ну пусть будут Что я сама захотела заказать А тут уже есть файлы Для документов Я люблю порядок во всем В документах В документах тоже Для меня важен Порядок Я считаю Что обязательно Должен быть порядок В документах Просто обычная Папочка Для Ну с файликами Для документов Я заказала Какой-то Многофункциональный Кислородный Пятновый водитель Отбеливающая Добавка Очень хочу ее протестировать На наших сраных Белых футболках Которые давно Уже потеряли Свой цвет Да Свою яркость И красотищу-то Какую-то Вот такой Я не знаю Хороший Нет Просто увидела Думаю Все равно Мне это надо Пятновый водитель Давно Причем хотела Потому что у нас Ничего дома Такого нет А я вроде как Такая типа Классная хозяйка Но у меня Ничего вообще Такого нет И есть Вещи действительно С какими-то пятнами Которые Ну все Думаешь Ну это уж Такая футболка Типа для Когда вот дома Убираешься Либо когда Не знаю На даче Спать можно В такой футболке Все я заказываю Там для себя Для ребенка Для документов Еще какая-то Фигня А для вивочки Ничего не заказываю Я тут смотрела Думала Все Хотела ей лежаночку купить Потому что У нас так-то Везде лежаночки стоят На кухне одна есть У меня под столом есть У Славы под столом домик Она обожает в домике У Славы под столом лежать У меня может Но у меня в основном Она здесь под столом лежит На лежанке Когда я здесь сижу То есть Вот так вот Что мы приходим Домой в квартиру И она из моей комнаты Вот отсюда выходит Такого Ну не бывает Она очень любит домик У Славы Под столом Она вообще его любит Хотя я первая Ее взяла на руки Первая Я где-то такое слышала Что кто первый взял на руки собаку Тот и хозяин Типа для собаки Я взяла первая Вообще Как бы Вивьена Она как бы Была подарком Славы Мне Ну понятно Что такой подарок Наш общий подарочек Любимый Но по сути Как бы Это я Как бы хотела Изначально собаку Слава просто Я тоже Да, давай Типа классно Че Мы как бы Выбрали Подумали Я нашла собачку Вот Он мне ее как бы Подарил Ну в общем Суть не в этом Я хотела заказать Лежаночку Ну что-то все Как-то по размерам Не могу найти Что-то что надо Думаю Ладно Пока Буду еще присматриваться К лежаночкам Их там очень Конечно Разных много Мне хотелось Что-то такое прикольненькое Миленькое придумать И я думала Что как раз Одну лежаночку Я положу Туда Где я крашусь И у нас в каждом уголке Будут вивины лежаночки И домики Которые я периодически Тоже кстати стираю Вот Почему это прикольно Для собачки Потому что вот Например Я бывает сижу Крашусь А Вивена Там может долго стоять И залипать на меня Например То есть она любит Вот сейчас правда Она ушла Но она любит Побыть рядышком с мамой Что она ушла Не знаю Сейчас мы ее позовем И посмотрим на ее реакцию Потому что я ей заказала Вот такие вот розовые игрушки Там выбор был Между розовыми И голубыми Недавно Слава Когда делал Рейл В шкафу Ему нужен был карандаш Чтобы разметки Какие-то поставить Я нашла какой-то карандаш И он говорит Типа что-то Дай ластик Говорю У меня нет ластика Поэтому Теперь у меня есть ластик И карандаши И фломастеры И папки для файлов Если вы думаете Где мой муж В такой поздний час Сейчас уже 12 часов ночи Он сейчас едет С дачи Ему нужно было Сегодня поехать На дачу И обратно Обычные еще ручки Вот такие Я какие-то Славе Дам К нему в стол Чтобы у него тоже были Хорошие новые ручки Под рукой Что мне куда-то Что мне много ручек Не надо Так Получается Скоро у нас закончатся Всякие штучки Надо сегодня приезжать Что-то позаказывать Устану камеру И позовем маленькую собачку Посмотрим на ее реакцию Блин Не вези Стой Стой там Подходи Давай иди сюда Смотри Что у мамы Для тебя Можно зубы чесать Прикинь Прикинь Мой зайчик Ой Какой громкий Мамочки Мама дорогая Что такое Интересная штучка Интересная штучка Будем в такую играть Пуся моя Иди сюда Смотри дальше А это что такое Я тебя люблю А эту будешь? Ой Как нравится Вы только посмотрите Куда убежала А это с дырочкой Почему-то Эй Я тебе дырочкой Куда ходила А эта нравится Ну что ты Смутилась Застеснялась Ты куда бегаешь Мама тебе подарки Блин заказала Нравится? А? Ну? Нравится? Нет? Ну? Ну нравится? Нет? Ну что? Ну что нравится? Нет? Ну и я тебя люблю Ну что тебе понравились Мамины подарки? Или ты просто Застеснялась? Так Сейчас нам нужно встать Это не легкая задача Да нет Мы сможем Вот так Ну классный же мячик Ну классный мячик Тебе понравился Я видела тебе понравился Надо все это помыть Все равно будет грязное Понятное дело Но я имею ввиду Что хотя бы это Мало ли где валялось Да он же тебе нравится Я точно знаю Чего? Он тебя пугает? Там лежаночка Вива любит все лежаночки Я кстати особо не занимаюсь На фитболе Вообще Такая лентяйка Не знаю что на нем делать Просто жопой крутить на мяче Прыгать Надо мне посмотреть Какой-то видео урок Кстати В этой комнате У нас пока немножко Ну как сказать Срач Тут сухое То что нужно разложить Я просто В те дни Когда у нас были съемки Я еще ночью умудрялась Что-то стирать Вешать Снимать В общем Это надо разложить А это Нам пришла Этот Как ее правильно Назвать Станция Ну она не станция Называется Ну короче Назовем ее станцией Но она как-то по-другому Называется Для этого Автолюльки В машину То есть мы Закрепляем ее И на нее уже Можем потом Ставить автолюльку Чтобы ее Удобно было снимать Доставать Вот Еще я видела Комментарии Что мы что-то там Не доделали до конца И вот эта вот Люлечка у нас Не до конца Короче она должна быть Вниз как раз таки Опущена Больше Как я поняла Там что-то сдвигается Это как раз таки То что меня смущало То что я не поняла Типа Че Че вообще Че-то не так Как будто бы И оказалось Что действительно Мы не до конца Что-то сделали Ребята Новый день Мы приехали В фотостудию Вот с таким пузом Приехали на автосессию С Дашей Булавиной Ребята Зацените Какой у меня Супер-пупер Причесон Вот такой вот Полазится Я вам его показывала Еще по-моему Там какие-то цветы Это искусственные Вроде как Да Это искусственные Походу Выглядит Как искусственные А есть еще Такие Настоящие Но они где-то Наверное Стоят В Вот Вот Настоящие Розовенькие Потому что у нас Девочка Чудная девочка Сколько тут Всяких тканей Сегодня 35 недель И 4 дня Так Ребята Первый образ У меня будет Вот такое Платье Интересно Как вам Такой образ Зацените Посмотрите Какой творческий Процесс Даша Здравствуйте У меня будет Такая классная Съемочка Как раз Видела У Даши Это папоротники Да были Или как Очень красиво А потом еще Руки Да Света Света Может быть Он как раз Летит Как бы Знаешь На ветру Три минуты Ровно Я засек Так Сейчас Сейчас Летит Небо шире Надо Что Мы достали Пропомотивление Еще Сами Ага Так Давай У меня Да Да Вот Отлично Еще Чуть Летит Ну Что Посидим Не знаю Вот Илька Неспосторел Класс Да Став Класс Прям Класс Класс Так Класс очень прикольный вот этот фон мне нравится так вот такой фактурный знаешь как будто бы пришел на этот на документы сниматься или в школе на кастинг типа очень глубокий сейчас хорошо выглядит а это значит карточку это актерская когда я это можно рассказать о себе да да какой-нибудь песку зачитать зеленый я как-то проходила кастинг кстати пробовалась в кино типа и имя попросили что-то рассказать и я так и рассказала мне пришлось учить кучу произведений там уже три формулы рассказать там стихотворение там проза и еще чуть-чуть у меня взяли ты мог актером быть не не мог ну да 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 понятно я наверно могу закончить интересно так я решу что это не моё это хорошо я вообще абсолютно не актер я вообще не знаю почему я пошел но то что тебя взяли это круто на актерские да да это какой-то вообще нонсенс что ли для меня был лично я вообще даже я готовился конечно я мог раньше поступить на актерские знаете для меня это раньше был нонсенс но судьба сложилась что может слава богу что я не стал ну я бы не хотела себе мужа актера я постоянно переживала что ему достанется роль где он будет какой-нибудь девка целоваться ребята съемочка закончилась сейчас довольно таки поздно пол одиннадцатого представляете очень долго снимали ну потому что у нас было много образов крутых и все они и все они довольно таки сложные замороченные именно подготовка такая долгая все выставить выстрелить вот и решили заехать наш любимый стран покушать стейков единственное что вечером прохладненько я в платье но ничего на самом деле 20 градусов где-то ну и завет ветра не очень как бы класть меня так всегда когда только я думаю ладно жара пойду не в лазинах как я обычно хожу каждый день в итоге ветер но ничего хорошо что я додумалась куртку с собой взять в куртке вообще норм так что сейчас покушаем любимых стейков потому что мы честно работались умотались мудохались два дня съемок кукинга с мамой слава вчера туда-обратно ездил на дачу это где-то 5-6 часов дороги врач сегодня у нас тоже был врач женская консультация сейчас съемка очень тоже долгая долгая дорога для съемки ну короче завтра у нас прям будет выходной и будет жрать лигу чемпионов мы вот сюда любим ходить гудман забываю снять вам все чем мы заказываем обычно мы берем филе миньон но сегодня что у нас что то все у нас не филе миньон а тоже что-то что-то из этой серии скажем так забыла как называется но посоветовали порекомендовали сказали супер вот и мы заказываем чтобы не сырое этот медиум в л да за и то что нужно как раз сочный но не сырой заказываем всегда три портии картошки фри потому что нам как раз столько надо типа полторы и часть чабрецом или слава еще очень любит перечный соус вот так что у нас такой чудесный ужин и я хочу чтобы это было чудесное завершение этого влога мне лишь нам понравился есть так и ставьте пальцы вверх подписывайтесь на мой канал ждите следующее видео всех любит вас и всем пока